Добрый день, дорогие дамы и господа! На связи с вами команда YouTube, меня зовут Игорь Порох. И сделаем небольшой такой обзор рынка в этот субботний чудесный день, в обед. Капитализация у нас 390 миллиардов долларов, немножко подросли. Доминантность биткоина 37,4, было чуть больше, доходило до 38%. Сегодня мы видим такой небольшой отскок после сильного падения. Немножко видим даже позеленение на рынке произошло. Давайте по монетам пройдем. В частности, биткоин-доллар. Я здесь рисовал уровень в районе 8600, то что он должен задержаться. Он его проскочил, но обратим внимание, как на 50 скользящий средний он здесь задержался. И походу она его должна удержать. Возможно, здесь получится движение до 8800, 8900. И будем тестировать еще раз данный заход. Получится как буковка H, грубо говоря. То есть, здесь можем дойти до этого уровня. И потом будут, скорее всего, тесты уровня 8600. И тестировать, возможно, если его мы действительно не удержим, второй раз уровень 8265. Все это будет зависеть от того, как мы закроемся сегодня ночью. Если мы закроемся выше этого уровня, то окей, да, круто, все будет хорошо. Мы попробуем его еще раз пройти вверх, протестируем. Наверное, вот так вот покажу, да. И вот это вот так вот покажу. Скорее всего, так будет правильно. То есть, такое движение будет волной. Что может быть из хороших новостей? Консенсус 14-16 мая. Вроде бы после консенсуса последние два года подряд был хорошее движение биткоина, был хороший рост. Пока еще я предположительно настроен на то, что мы увидим все-таки 11900 до конца мая, начала июня. Я пока данной версии своей придерживаюсь и до сих пор. Посмотрим, как закроется сегодняшняя свеча. И потом от этого уже будем отталкиваться и строить наши торги дальше. Вообще, в целом, по рынку, скажу честно, заранее, что забегая, сейчас принимать какие-то решения, это очень рано. То есть, из-за полудневной проторговки, полудневной свечи, я бы не стал ничего делать. Я бы лучше подождал до закрытия сегодняшней свечи, посмотрел, что будет завтра. Единственное, что по реплу, у меня больше, скажем так, идея о том, что мы все-таки в зажатом таком вот треугольнике, где встречаются нисходящие и восходящие линии тренда. Мы как раз уперлись в восходящую линию тренда. Плюс здесь поддержка, плюс здесь 50 скользящих. Ну, предпочтительно можно было бы от этого уровня покупать. Здесь есть определенные уровни, да, от которых я бы, в принципе, действительно покупал бы. То есть, можно, допустим, процентов на 30-40 зайти в диапазоне от 66 центов до 80 центов. То есть, вот это вот движение, можно сделать закуп 66, 70, 72, 75, 78, 40 процентов раскидать в диапазоне на входе. И на пробое, когда мы закроемся выше 80 центов, можно зайти в старшуюся сумму, там 50-60 процентов, да, и с целью тейк-профита из пренуциал 1. Возможно, если повезет, мы увидим и второй тейк-профит где-то в районе 2 доллара 70 центов, 2 доллара 60 центов. Здесь можно было поставить второй тейк-профит. Предположительно, здесь больше версий того, что отсюда мы отскачем, пойдем чуть выше. Биткоин кэш, классно двигается биткоин кэш, очень хорошо проторговался он, нашел свой уровень поддержки в районе 600 долларов, от него отскочил аж до 1000, 1000, хай был 1849 долларов. Мы проторговались, x3 сделали за это движение, фактически с начала апреля и до начала мая за месяц x3 можно было на биткоин кэш от этого сделать. Сейчас борется с поддержкой, поддержка в районе 1280 долларов, удержимся будет хорошо. Нам бы, конечно, пробить теперь этот хай 1788 долларов, закрепиться пару дней выше него и расти к цели в 4000 долларов. Пока можно в большой позиции 10-15% в диапазоне этого движения закупиться и при пробое уровня 1788 долларов за купить собренную позицию и целиться на хай 2750, если нам рынок даст такую возможность щедрую. Вообще, биткоин кэш, мне кажется, можно спокойно держать до конца года, холдить, поскольку действительно перспективный проект. И я думаю, у него есть свои сторонники и свое будущее у него точно, скорее всего, будет. Лайткоин доллар. По лайткоин доллару я здесь сохранил свою, скажем так, рисовал, когда еще вот этого движения не было. Предположительно, было такие тоже стрелочки, но на предыдущем видео можно посмотреть, да, движение до упора. Здесь немножко скатим, потом пробьем. Приблизительно так это все случилось, да, мы провели. Сейчас мы удерживаемся выше вот этого вот основания буквы W, чуть выше пытаемся удержаться нисходящей линии тренда. Тоже есть перспективы, закуп в районе 135-140 долларов и с целью движения ближайшей, наверное, это будет 178, дальше это будет 220 долларов. Хорошая точка для входа, я думаю, в этом районе. Но на крайний случай можно поставить стоп-лосс за дно этих свечей, то есть, грубо говоря, стоп за 130 долларов. То есть, можно сделать куплю в районе 135-140 и стоп по 130 долларов, если вдруг просядем ниже и закроемся ниже уровня поддержки в 135 долларов. На этом, я думаю, можно заканчивать такой вот обзор. Пишите в комментариях, какие монеты хотели бы вы, чтобы я рассмотрел завтра в следующем программе выпуска. Ставьте комментарий, подписывайтесь. Буду благодарен за ваши отзывы. Всем желаю большого профита и попутного тренда. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok